вся жизнь борьба либо с самим собой либо с окружающим миром что в принципе одно и то же потому что когда ты борешься с окружающим миром тебе волей-неволей приходится бороться и с самим собой чтобы не пойти на компромисс или пойти на компромисс тем самым наступив себе на горло все это борьба многие не занимаются никакой борьбой а просто плывут по течению спокойно ну и хорошо и пускай на этих людях на самом деле держится мир вот так хотя я симпатизирую тем кто борется с несправедливостью с притеснениями с расизмом например как майлз дэвис он не стоял на баррикадах не дрался с полицейскими хотя дрался с полицейскими но по другому поводу он занимался боксом был физически крепким парнем и достаточно резким обидеть его было сложно и опасно для того кто майлз дэвиса решил решил решит обидеть но я говорю о другом я хочу показать вот эту пластинку трибюту джек джонсон или просто джек джонсон пластинка вышла в 1971 году и является как бы продолжением знаменитого альбома бич из блю который считается классикой музыки фьюжен классикой смешение джаза и рока не просто рока от тяжелого яростного гитарного рока у мэлс и дэвиса это получилось и пластинки стали классикой но бич из блю как-то затмевает в обзорах всегда вот этот альбом прекрасный джек джонсон или трибюту джек джонсон джек джонсон это черный боксер если кто не знает чемпион мира в супер тяжелом весе первый черный чемпион мира он был богатым человеком ездил на очень дорогих машинах как здесь и изображено на обложке этой пластинки дружил с белыми женщинами жена у него была белой и не одна но в смысле не они не не гарем у него было просто менялись у него предпочтение вот зарабатываю много денег но тем не менее находился под судом именно из-за своей белой жены именно из-за того что с этой женой он переехал из одного штата в другой американские законы в разных штатах разные и они вот такие иногда бывают совершенно и вот этот самый переезд с белой жены из одного штата в другой привел к тому что я не знаю формулировки точной там очень сложно все с этим делом особенно когда человек черный особенно когда это еще в те годы было в тридцатые там какие-то прошлого века в общем под судом он находился тюрьмы избежал по счастью насколько я помню не сидел он понял в тюрьме большой залог какой-то заплатил что такое уехал в париж короче говоря потом потом вернулся обратно в штаты вот и тогда уже заплатил залог ну суть не в этом его очень не любила белая публика соединенных штатов америки особенно та часть публики которая ходит на бокс потому что джек джонсон сначала победил одного чемпиона мира белого потом белая общественность спортивная призвала выйти с ним на вой джеймса джеффриса экс чемпиона мира белого надежду америки и джек джонсон побил и этого самого джеффриса чем подтвердил свой статус чемпиона мира после этого начались всякие неприятности у него начались а еще до боя с джеффрисом даже начались всякие расовые волнения в ряде южных штатов из-за джека джонсона не больше не меньше из-за того что парень побил белого чемпиона вот такая была ситуация тяжелая в америке с черным населением и а мальс дэвис много позже как мы понимаем уже до в 70-е годы прошлого века и в 60-е помимо музыки он занимался боксом и джек джонсон был одним из его кумиров он очень любил этого человека джек джонсон умер своей смертью в сорок шестом году он погиб в автомобильной катастрофе это к слову чтобы закрыть историю джонсона и мальс дэвис я так понимаю что считал его одним из символов черной америке здоровенный гигантский черный спортсмен который живет свое удовольствие бьет белого чемпиона мира дружит с белыми красивыми женщинами ездит на роскошных машинах добивается высочайших успехов в своем деле в том чем он занимается так же как и мальс дэвис который очень сильно переживал расовые всяческие притеснения в соединенных штатах америки и ряд концертов это видно даже на видно сохранившихся видео он играл вообще спиной к залу он отворачивался от публики если видел большое количество белого белого слушателя в зале вопрос поворачивался спиной играл с музыкантами взаимодействовал с ними ему бы это было гораздо интереснее чем смотреть на людей которые были ему неприятны ну так вот а джеки джонсон я как альбоме как я уже сказал это практически если не вторая часть то пластинка в том же русле что и бич из брю но очень сильно от нее отличается диким напором мальс хотел писать этот альбом как саундтрек к фильму о джеки джонсоне фильм не состоялся музыка осталась и в процессе записи она уже не не рассматривалась им как саундтрек а как просто как отдельный альбом это практически джем большой и не один и собранные из альбом собран из нескольких джемов тела мачера продюсер замечательные все это сделал вместе с дэвисом но это такой рок это такой драйв такой кач первая сторона вообще вот джек джонсон боксер доставишь пластинку и начинается в бой начинается схватка начинается просто полет вперед движение ни секунды передышки ни одной паузы ничего нет по легенде как это происходило майкл хендерсон и били кабом ударник ударный барабанщик стали джимовать в камере звукозаписи а в аппаратный сидел дэвис услышал первые ноты первые два такта бросил пульт схватил трубу побежал туда с криком это то что надо и они пошли джимовать дальше возможно так и было но легенда красивая я думаю что было что-то похожее на одном из джемов многочисленных из которых сложен этот альбом но сложен он монолитно совершенно здесь не сказать что он из кусочков собран он воспринимается очень цельно и начинается действительно кабом с басом врубаются и маклафлин тут же начинает играть на гитаре маклафлин здесь играет с таким же тембром и в той же манере как на своей сольной пластинке девоушен если кто-то помнит такую я ее покажу как-нибудь расскажу про нее сольная запись маклафлина еще дома хавишну оркестра яростный такой он он играл жестким перегруженным звуком таким скрипящим с цепляющим режущим в фанковой манере такой аккордовая игра естественно соло куда же маклафлин без соло это невозможно но в принципе такая аккордовая игра очень яростная очень агрессивная очень жесткая и очень сложная он уже тогда уходил в дебри музыкальные но эти дебри они как-то считываются очень легко через них проходишь не зацепляясь за кусты и за какие-то там лианы и вот когда это трио маклафлинг обом и хендерсон начали вот этот вот этот поход этот бег сквозь пустоту куда-то втроем очень громко очень чисто очень с неожиданными переходами но при этом вас вас все время держит держит риф держит грув извините за выражение били кабом тут и говорить нечего эта машина но машина джазовая поэтому машина очень феерично растекается в железе и в томах по пространству музыкальному все очень интересно и маклафлин жжет конечно режет своей гитары и в принципе когда первую сторону прослушаешь такое ощущение что это сольник маклафлина так много он там играет так громко и так он на первом месте находится но вбегает в студию герой наш главный майлз дэвис и так начинает истошно играть на трубе именно истошно так он не играл никогда и нигде такие высоты поднимаются так кричит его труба так он переживает за джека джонсона видимо представляя его перед собой что просто такой ярости я у дэвиса вообще нигде не слышал никогда даже на концертах кстати говоря как-то не то что скромнее но лаконичнее и четче все после такого дикого напора возникает это эмбиентная пауза музыка продолжает играть но все так раз раз ушло 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 потом опять нарастает громкость появляется саксофон стив гроссман играет на саксофоне довольно длинная соло которая майлз дэвис не обрезает дает ему поиграть и все это уходит в навал перкуссии в какой-то такой как который все это заваливает просто звуками а вторая сторона она более пространная казалось бы поначалу казалось бы поначалу более спокойно как-то начинается но развивается 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 а на первой стороне еще появляется у нас сэрби хэнкок который опять же по легенде случайно болтался в студии услышал что там работает дэвис зашел тут же сел за клавиши и не играл просто вот в этом общем навале от души вот так на второй стороне он остался продолжают продолжает играть и вот это вот вторая сторона которая начинается плавно 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 under Это же Джек Джонсон, это же бокс Это супертяжелый вес Бой продолжается И начинается дуэль, перекличка Гитары с трубой Дэвиса Совершенно безумная Просто глаза Таращатся Как будто ты видишь Эту пару, как они Бьются друг с другом Я не знаю, это символизировали Они бой боксерский или нет Я думаю, что им было не до того Они просто настолько погрузились в музыку Что вот этот дуэль, эта перекличка Захватила полностью Потому что зрительные образы здесь уже не важны Музыка гораздо выше зрительных образов Музыка Наименее конкретная Из искусств В отличие от, скажем, кинематографа Который является самым тупым из искусств При всей моей любви к кино Кинематограф, это вот картинка есть И она есть, она вот такая, как есть Вот Юрий Никулин и Роберт Де Ниро Вот они стоят И других нет Понимаете, да, о чем я говорю? Вот все конкретно Вот они в серых плащах В красных куртках В клетчатых кепках На машинах Марки Жигули и Ситроен И другого ничего представить нельзя Все четко, ясно нарисовано Книга, она более Скажите, она более дает полет для фантазии Все-таки В разы А музыка куда, как Беспредельней Тут все Тут зрительные образы Уже не нужны Это другой уровень восприятия Это я о том Как музыканты чувствовали Друг друга Во время Записи Этого Альбома В общем Абсолютная Свобода Блестящее владение Инструментами И Несмотря на то, что это импровизация Многие считают, что А, ну импровизация Там что-то из головы Наиграли из-под волос Да, как говорится Ничего подобного Это чистый Это уровень музыкантов такой Что Состояние своей души Состояние своего мозга Своего сердца Они могут передать в музыке Я говорю банальности Но тем не менее Это так и есть Слабый музыкант Никогда хорошую импровизацию Не сыграет Это Однозначно Понятно И Примеров тому Миллион Здесь это Конечно Вершина Импровизационной музыки Можно назвать это Модальным джазом Потому что В принципе На одной ноте В одном аккорде Все существует Здесь Но скучно Не бывает Ни секунды Здесь Вот как можно играть В одном аккорде Так Чтобы Сорок с лишним минут Не дать соскучиться Ни слушателю Ни себе Это удивительная вещь Джек Джонсон 71 год Майлз Дэвис Наслаждайтесь А я пойду пить Майлз 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 Майлз